вы должны молчать и слушать молчать и слушать что вам говорят всем привет сегодня нас на обзоре вот такой вот аккумуляторный рубанок здесь указано мин ли честно говоря не знаю что то обозначает ну а здесь у нас цикетка есть хэмер дингер из какими-то характеристик заявлено 82 на 2 миллиметра что такое 82 это у нас друзья ширина нашего ножа то есть ширина обработки 82 миллиметра а 2 миллиметра это у нас ход стола здесь есть регулятор который от градуирован от 0 до 2 и 0 миллиметров то есть вращая данный регулятор мы наш стол можем как опустить так и приподнять вот таким это образом делается то есть тем самым изменяя толщину обработки комплекте как вы видите есть инструкция инструкция просто от ксерина на листах просто белых формата 4 но инструкция довольно подробная хоть и на английском языке вот я вам пролистаю по-быстрому чтобы вы хоть на паузе если кому-то интересно смогли посмотреть что здесь сказано и указано кто знает конечно английский в совершенстве вот такая вот инструкция друзья ну довольно подробная инструкция хорошо бы чтобы такая инструкция шла с любым инструментом они вот эти вот универсальные инструкции как они привыкли нам присылать так далее по комплекту что имеем имеем ключик друзья вот такой вот ключик для того чтобы могли снять для заточки наши ножики ну и соответственно установить есть у нас вот такой вот такая вот упорная планка которую мы устанавливаем сюда отворачивая данный борт болт барашка установили зажали с любой с левой с правой стороны и работаем уже с упором то же самое у нас друзья из этой стороны и есть вот такое вот такой вот шаблон для заточки ножей то есть что мы делаем сюда мы устанавливаем один нож и сюда прямо вот этими вот болтами лемешными прикручиваем второй нож и соответственно получаем 45 градусов угол заточки который мы допустим если брать в расчет что-то наждак берем и вот так вот затачиваем наши ножики я вам сейчас продемонстрирую эту картиночку чтобы вы представляли как это работает вот это вот картинка два ножика черных и соответственно у нас получается такой вот угол заточки где-то здесь есть картинка как эти вот на брусочке точится эти ножики с этим понятно и есть у нас друзья что-то типа установочного калибра для ножей но как я не переводил что я не переводил а перевожу я google переводчиком с английскими не дружу я честно говоря ни хрена не понял для чего эта штука нужно вот это все описание полностью под этот вот калибр кто друзья знают понимает пожалуйста напишите мне в комментариях очень хочется хочется знать давайте смотреть что к чему и как и так видим у черную крышечку которая у нас закрывает тоже как мы видим ремень то есть у нас получается здесь стоит движок и ременной передачи передается все это дело вращающий момент на вот этот вот барабан с ножами двигатель друзья у нас здесь щеточный давайте по ходу будем немножко и разбирать сразу смотреть на щетки щеточки у нас меняются видите легко имеют следующий вид вот видите полностью новые щетки в комплекте к сожалению щеточек у нас не было давайте я прикручу назад так как нам надо еще потестировать его немножко включить кратковременно вот такие щеточки имеется у нас площадка площадка видно литая литой алюминий и видно что он друзья фрезерован то есть отлили и фрезернули для плоскости это слышно потому вот я надеюсь слышно микрофон ногтиком когда мы шкрябаем то здесь у нас такие есть радиальные риски от фрезы также вот такой столик у нас с таким вот пазом для чего нужен этот паз для того что если представить это вас брусок и нужно нам снять здесь уголок на 45 градусов то соответственно устанавливаем это все дело вот таким образом и едем по бруску снимая наш нашу фасочку будем говорить так но это все дело в моем понимании конечно я не столь на делаем какие-то вещи для себя но понимание меня такое вот что касаемо друзья сборки сборка в принципе отличная есть местами здесь немножечко несовпадение тут даже не облой а просто несовпадение корпуса небольшое так как корпус у нас я вижу он цельно литой а разбирается только вот от сих пор надеюсь вам видно вот этих вот пор отделяется ручка и до сих пор вот это вот вся часть снимается а это все у нас цельно литой ну мы с вами конечно конечно разберем эту штуку и посмотрим что там внутри если конечно разберем что мы имеем здесь по управлению есть у нас курок который у нас заблокирован друзья для его разблокировки нужно нажать вниз либо здесь ну либо тот же самый рычажок вот либо здесь кому как удобнее если мы работаем левой рукой то соответственно мы с этой стороны если правой то соответственно тоже с этой стороны вот в принципе по внешнему виду по инструменту все сейчас мы с вами это все дело взвесим так ножик мы уберем спрячем взвесим и посмотрим сколько это удовольствие у нас весит взвешиваем 2590 грамм довольно увесистая вещь ну и давайте с печерочкой аккумулятором хотя тут вы сами видели печерочки у нас нет это аккумулятор от молли вот и взвешиваем вместе с аккумулятором 3 килограмма 105 грамм друзья то есть довольно таки увесистая вещь и день поработав я думаю устанет не то что рука но и все на свете так ну я вам обещал кратковременный запуск давайте смотреть очень такой приятный не особо громкий звук мягкий приятный звук вот так же у нас наш рубанок оснащен стружка отводом куда можно можно подключить соответственно пылесос либо какой-то там собирающий вот эту стружку мешок так на этом друзья с обзором данного инструмента пока все давайте будем его разбирать и смотреть что там да как устроена так первым делом снимаем вот эту вот крышку нет не эту крышку первым делом друзья нам надо снять щетки вторая щеточка тоже полный ноль отлично теперь снимаем данную крышку с двигателя вот здесь просто у нас установлены щетка держатели и провода больше ничего здесь мы не увидим так считаю наверное нецелесообразным снимать вот этот вот стружка отвод тут один винт ну давайте по ходу посмотрим так сейчас снимем площадку посмотрим что у нас под площадкой крепится как видите на четырех винтах вот такая друзья у нас площадочка как я и говорил видите отлита и фрезер нота поверхность у нас фрезеровано и здесь надеюсь видно и конечно же здесь сильное отражение здесь не видно так будьте осторожны вот здесь стоит пружинка чтобы она не улетела куда-то что мы с вами снимем дальше снимем крышку ремня посмотрим как там чего как там натягивается ремень так крышечка как крышечка кусочек пластика все здесь понятно а вот для ремня друзья натяжного механизма никакого и нету видимо ремень натягивается точно так как натягивается ремень генератора в моем автомобиле рено captur то есть не натяжного ролика ничего она тяжко происходит жива силам жива силам же мы с вами его и будем снимать я думаю у нас все получится без особых проблем главное пальцы не подсунуть вот такой ремешок смотрите его модель размер ремешок не полопал новый все как положено так ну дальше по логике вещей если мы друзья с вами разберем вот эти четыре винта то мы должны принципе как бы вытянуть двигатель с с этим барабаном наружу но вытянуть то вытянуть в принципе да подшипник здесь должен выйти никаких проводов у нас ничего мешать не будет давайте пробовать стараюсь показать все на видео как что зачем хотя друзья честно скажу разбираю в первый раз сам не знаю как разбирать но вот чисто сугубо опираясь на логику это все дело я и разбираю сам не знаю прав не прав но кручу что крутится здесь видно на шкиве какая то есть что-то типа восьмигранной гайки но я не знаю друзья вроде бы она не откручивается что тут это вроде бы это прикручен сам шкив на вал и скорее всего он наверное посажен у нас на фиксатор резьбы поэтому шкиву я трогать не хочу если я сейчас откручу эту панель и мы вытянем с вами барабан и двигатель ротор двигателя да то для нас это будет счастье тому как больше здесь ничего их не держит шапка то есть но разборки друзья не поддается вот здесь мы видим что у нас просто впрессован подшипник и ничего больше так что-то куда-то у нас пошло а по осторожно аккуратно вытягиваем вот как я и говорил как я и рассказывал то есть мы имеем коллекторный движок совершенно новый с медной обмоткой что не может не радовать ну и вот такая вот пластиковая крыльчатка так подшипники друзья к сожалению я не вижу какие здесь как же мне сюда фокус навести его как-то так если прочитаете то прочитаете друзья это уже не с моими глазами какие-то циферки вижу но не все вот так вот выглядит наш инструмент вращение очень легкая подшипники отличные люфтик здесь кстати немножечко есть при полной посадки подшипника вот тоже что меня немножечко напрягает немножко напрягая друзья здесь у нас подшипник сам немножко тоже люфтит подшипники разные вот надеюсь что вы сможете прочесть маркировочки давайте еще раз этот подшипник поскольку мы поймали фокус вот вот так вы выглядит наша вся конструкция как видно ничего сложного здесь нету так ну и внутри у нас остался соответственно статор и какая-то электронная начинка которую сейчас я уже раскручу вот у нас есть еще такая пластмасска внутри это все выглядит так два постоянных магнита никакой как обмотки здесь нет по-быстрому откручиваем наш корпус и смотрим друзья что да как там внутри ну что там вот просто кнопка включения так как скорости у нас не регулируются и видимо какой-то контроллер который при нагрузке должен обрубать наш рубанок если конечно он здесь будет стоять кстати друзья могу вам рассказать такую историю переписывающая с одним тоже ютубером мы с ним познакомились и переписываемся по поводу рубаночка вот он мне пишет говорит что в его рубанке какая-то двойная защита то есть первый раз он не запускается только начинает вращаться а второй раз запускается вот это вызвало подозрение меня и оказалось что оказалось в него очень плохой аккумулятор то есть 1 1 нажатие он немножко раскрутился и выключился второе нажатие он поскольку уже немножко набрал обороты то спокойно запускается это говорит только о том что там плохой аккумулятор вот канал этот владислав рукавицин я если не забуду дам ссылочку внизу в описании переходите смотрите подписывайтесь на владислава у него тоже на обзоре был такой рубаночек но он делает короткие видео shorts показывает сугубо работу данного инструмента я же видите лезу в душу ему так все нет ничего еще здесь в глубине один у нас болт остался и как бы вот все будем с вами разбирать так все друзья все раскрутил все винты достал да как я говорил разбирается он здесь и половинница где-то здесь собрать бы это все обратно в кучу потом как ни странно но я него не могу разобрать немножко подцепили и все у нас поехало так здесь будьте внимательны с фиксатором вот этим ограничителем запуска так как он намеревается выскочит друзья так что по пластику кнопочка у нас осталось здесь пластик все также отличные видите одно большое множество разных перепонок ребер жесткости и т.д. и т.п. то есть этот кусочек так немало весит даже так наш стопорок этот ну и вот просто кнопка видите включение выключение кстати кнопочка у нас на четыре провода два провода у нас идет прямо припаяны к площадке от батареи и два провода у нас идет к двигателю значит кнопка у нас обрывает и плюс и минус никаких друзья контроллеров здесь мы не имеем тупо кнопка тупо двигатель то есть все что может отключить по нагрузке это сама плата аккумулятора все довольно оказалось просто до невозможности ну что друзья собираю все в кучу вам уже показывать не буду и пойдем протестируем на какой-либо древесине посмотрим как все чудный девайс грызет древесину итак друзья подготовил я вот такой брусочек березовый у меня почему-то на тестах всегда береза и колодка береза и брус береза вот к сожалению я не вижу друзья в какую сторону здесь волокна поэтому будем не знаю по шерсти против шерсти ну посмотрим как он работает я им немножко уже попробовал сосну порубаться так сказать вот так у нас все получилось гладко аккуратно видите попадались сучки сучки тоже сбрила как нечего делать здесь тоже большой сучок тоже его друзья сбрила всего выровняла просто шикарно отличная вещь до использовал аккумулятор будем использовать который мы с вами тестировали то есть здесь у нас всего лишь 2560 миллиампер часов посмотрим загнется не загнется если на этой доске он загнется поменяем на девяточку от хаймер зингер и так поехали друзья до толщину я выставил 0 2 миллиметра надеюсь видно и будем пробовать на всю ширину так сказать бруска надеюсь что ширины хватит да как раз ну что поехали заодно наблюдайте за стружка отводом то есть очень классно выбрасывают стружку вперед все наш аккумулятор загнулся на данной доске поэтому мы с вами меняем аккумулятор да и я хочу вам продемонстрировать так сказать волосатость нашей доски вот такая друзья доска у нас видите волосатая все а вот такая вот получается после прохода нашим рубаночка просто чудесная доска очень друзья гладко здесь видите у нас прогиб прогиб он остался ну за пару раз при возьмем наверно и так меняем аккумулятор на 9 ампер и пробуем наша девяточка от хаймер зингер кстати аккумулятор уже поработал он не на сто процентов заряжен и так поехали сразу друзья как вы слышите сами на звуки на слуха ощущается мощность и так у нас есть вот такие вот пропуски из-за кривизны нашей древесины давайте покажу пропуски вот такие вот по всей длине ну что за пару раз мы изгладим и наверное обзор закончен все тех же 0 2 миллиметра и за этот раз мы полностью сгладили доску только осталось вот здесь чуть-чуть и в конце давайте поменяем на пол миллиметра то есть на 0 1 миллиметр и еще раз пройдемся все доска полностью можно сказать от полирована просто вещь сколько бы такого эффекта я бы добивался допустим ручным нашим рубанком полностью гладкая и по ходу я брал против шерсти судя по волокнам видите куда волокна я брал против шерсти никаких задиров ничего не произошло шикарнейшая вещь то есть для дома для семьи просто супер да друзья мы с вами не попробовали пазик давайте прямо сейчас это все дело и попробуем сейчас я пройдусь сверху соберу тоже вот это вот волосастость волосатость ну допустим хватит и попробуем с вами снять фаску 45 градусов посмотрю как это все держится хорошо ли плохо ну что погнали вышел я из канавки конечно тут у нас уже плохо поскольку вышел ну сейчас вам продемонстрирую что получилось конечно честно скажу держать очень неудобно эту фаску вот такой вот результат получился ну как я говорю третий сорт не брак как то так вот вам самой машинке по данному рубанку ничего плохого я пока не заметил все отлично видите регулируется все отлично работает аккумулятор конечно сюда надо помощнее прикупить вот меня девятка есть шестерка шестерка тоже думаю пойдет вы все сами видели как работает отлично вот этот вот стружка отвод просто шикарно сюда можем напоминаю подключить не то пылесос не то такой мешок для сбора соответственно стружки и все работает просто на ура друзья поэтому на данный момент не знаю сколько по времени она проработает но судя по изготовлению проработать должна долго могу смело вам рекомендовать вот ссылку оставлю в описании заходите смотрите кому эта вещь интересно и этот инструмент все друзья на сегодня будем с вами прощаться был вот такой вот аккумуляторный рубанок напоминаю на счетом двигателе но работа все шикарно все друзья всем пока желаю чтобы все все